Лук от семи недуг, говорят, когда имеют в виду пользу для человека. Но на самом деле пользы от этого овоща намного, намного больше. И в первую очередь для нас, садоводов. Дело в том, что в луковой шелухе, которую многие из нас, не задумываясь, отправляют вон, или в лучшем случае в компост, хранится очень много полезных веществ, которые помогут нам поддержать здоровье сада, бороться с вредителями и болезнями, стимулировать рост, а также прорастание семян и как подкормка тоже. Дело в том, что в луковой шелухе, вот в этих вот тоненьких пленочках, сконцентрировано огромное количество полезных веществ. Начиная с некоторых макроэлементов, например, калия и кальция, микроэлементов. Здесь содержится даже немножко бора, содержится железо, а также витаминов, фитонцидов, биофлавоноидов и прочих стимуляторов, которые так нужны нашим растениям. И самое главное, все препараты из лука, все его настои и отвары абсолютно безвредны для окружающей среды, для нас с вами, для полезных животных, для почвы, для воды. Благодаря огромному содержанию в луковой шелухе различных биологически активных веществ, особенно, в первую очередь, это биофлавоноиды, такие как кверцитин и рутин, эта шелуха работает как мощный биостимулятор, даже немножко иммуномодулятор. А благодаря наличию микро- и макроэлементов работает как такая легкая подкормка. В этой шелухе нет только азота, все остальные макроэлементы и часть микроэлементов есть. Так как же можно ее применять? Во-первых, настои и отвары, а также экстракты луковой шелухи применяют как отпугивающее средство, как легкий инсектицид, причем абсолютно безвредный. Если у вас на лозонах, на овощах, ведь на овощах, особенно на зелени, применять никакие пестициды нельзя, ведь мы ее потребляем в пищу регулярно. Так как же можно использовать луковую шелуху в нашем садово-огородном хозяйстве? Первое – это, конечно же, борьба с вредителями. Поверьте, запах лука любят не только не все люди, но и большинство насекомых вредителей. Таких как тля, различные бложки, листогрызущие насекомые, особенно гусеницы, той же самой капустной белянки. Не выносят его и некоторые более серьезные вредители, такие как личинки колорадского жука. Их мягкая нежная кожица очень чувствительна к крепкому настою шелухи. Второй способ – вы можете использовать настои шелухи лука для борьбы с некоторыми листовыми пятнистостями, такими как фитофтороз, мучнистая роса и прочее. Главное – использовать ее до того, как появится заболевание, как средство профилактики. Третий способ – это замачивание семян. Благодаря тому, что в луковой шелухе содержится большое количество биологически активных веществ, того же кверцитина, рутилы, витамин различных, она действует как хороший естественный стимулятор прорастания, и всходы получаются ровными, дружными и, что немаловажно, здоровыми. Такие семена, которые замочены в настое луковой шелухи в течение 12-24 часов, они гораздо меньше поражаются черной ножкой и прочими болезнями всходов. И получаются гораздо более сильными, крепкими и дружными. Так что имейте в виду. А некоторые наши садоводы-любители, кстати, даже проращивают семена прямо вот в этом настое, когда используют его для промачивания, допустим, ватных салфеток, на которых проращивают семена, или лоскутков ткани, постоянно смачивая, чтобы растения были влажными. Четвертый способ применения луковой шелухи – это подкормки. В первую очередь по листу, но можно также и поливать. Как я уже говорила, в луковой шелухе не содержится только азот. Там очень много макроэлементов, таких как калий. Там содержится железо, там содержится, что немаловажно, кальций. Так вот, если приготовить хороший раствор шелухи и обработать по листу наши растения, у них даже увеличивается накопление сахаров. Содержащиеся здесь вещества стимулируют выработку и накопление сахара в плодах, стимулируют рост растений. Они становятся и красивее, и здоровее. И даже замечено, что они лучше хранятся, если это овощи и фрукты закладываются на хранение. Ну и, наконец, некоторые садоводы, зная, что многим почвенным вредителям, таким как проволочник, не нравится запах лука, используют луковую шелуху, когда сажают картофель, закладывая по небольшой горсти этого средства в лунку при посадке. Главное, чтобы шелуха не разлеталась, ее можно предварительно замочить. Либо, если вы перед этим готовили свежий настой, мы же используем только жидкую часть, у нас остается шелуха, ее тоже можно отправить при посадке в ямки. Будь это ямки для картофеля или ямки для посадки рассады той же капусты или саженцев. Вы видите, что пользы от лука гораздо больше, чем мы можем даже подумать. Ну а как же правильно приготовить настой? Кстати, самой полезной, самой концентрированной шелухой по содержанию питательных веществ считается шелуха с желтых сортов лука, не с белых или красных. Но это не значит, что они менее полезны. Нет. Даже, я вам скажу, в шелухе нашего любимого чеснока тоже содержится ряд полезных веществ, которые можно использовать. И используем их мы следующим образом. Три основных способа. Это настой. Настой делается путем заливания луковой шелухи теплой водой комнатной температуры. И настаивается она приблизительно 4-5 дней. За это время все вещества постепенно вымываются и переходят в раствор. И этот раствор мы можем использовать для полива, для подкормок, для замачивания. Для приготовления 10 литров раствора, настоя, нам понадобится приблизительно 20 грамм сырья. И такой настой мы уже не разбавляем. Но вы скажете, у нас лука сохранилось много. Шелухи много. На пасхальные яйца нам хватит. Мы можем сделать более концентрированный. И сделать в виде отвара. Тогда нам понадобится уже 200 грамм луковой шелухи на 10 литров горячей, кипящей воды. Мы заливаем луковую шелуху этой водой и провариваем буквально 5-10 минут. И оставляем настояться не менее 3 часов. После чего процеживаем получившийся отвар. И уже используем, разбавляя его водой 1 к 9. На 1 литр отвара понадобится 9 литров воды. Дело в том, что всегда отвары более концентрированные, более насыщенные. Потому что вода, кипящая вода, вымывает все эти активные вещества, все эти микроэлементы, макроэлементы более активно. Поэтому мы разбавляем. И используем уже для обработок. Будь то опрыскивание от вредителей, от болезней, подкормка, либо замачивание семян. И наконец, третий способ. Это получение спиртового экстракта. Спиртовой раствор. Для этого нам понадобится пол-литровая банка или любого другого объема. Плотно набиваем ее луковой шелухой. Как можно плотнее. И заливаем обыкновенной водкой под самый верх. Закрываем герметичной крышечкой и отправляем в теплое место на неделю или даже дольше. До 10 дней. Там она должна настояться. За это время спирт вымывает все активное в раствор. И у нас получается очень долгоиграющий, интенсивный, концентрированный экстракт. Через 7-10 дней вы можете, не отцеживая, отставить его в холодное место. И еще полгода он будет сохранять свои свойства. То есть уже сейчас вы можете позаботиться о том, чтобы рано весной у вас была готовая подкормка, готовая защита. Как мы потом используем? Например, для замачивания семян. Нам понадобится всего 1 столовая ложка спиртового экстракта настоя шелухи на 1 стакан чистой кипяченой воды. Растворяем и в этом растворе можем замачивать семена. Замачиваем, в зависимости от того, какие у нас семена, от нескольких часов до суток. Семена всходят очень дружно и поверьте, они даже проходят благодаря этому экстракту такое легкое поверхностное дополнительное обеззараживание. Для борьбы с вредителями и болезнями препаратов понадобится уже больше. 50-60 грамм – это приблизительно пол-100 граммовки спиртового экстракта на ведро воды. Для того, чтобы обработать свои плодовые, овощные или ягодные кустарники абсолютно безопасным, экологически чистым средством. Главное помните, как все биопрепараты, применять их нужно часто. Дело в том, что их эффективность будет высокой в том случае, если вы применяете его до того, как растение заболеет или на самых разных стадиях заболевания, до того, как вредитель сильно размножится. Поэтому, как только вы увидели, что у вас появилось первое тля, первое вредители, первое гусенички, сразу берем лук от семи внедуг в огороде и идем бороться. Вы видите, сколько же различных способов применения луковой шелухи в нашем садово-окородном деле. А если это еще сочетать с другими биопрепаратами, которые поддерживают растение, которые облагораживают почву, делают ее более плодородной, то результат применения биопрепаратов профита, триходермы, сенной палочки при поливе, при защите многократно усиливается. Поэтому не выбрасываем луковую шелуху. Она пригодится вам не только для крошения пасхальных яиц, но и как прекрасное, экологически чистое, безопасное средство борьбы с болезнями, с вредителями, прекрасная подкормка и биостимулятор. А мы со своей стороны всегда рады помочь вам хорошим советом. С вами была Юлия и до встречи на нашем канале Процветок.